Пермь. В происходящее на этих кадрах верится с трудом. Пассажиры троллейбуса вместе с вещами вышвыривают мужчину на мороз, который то снимал, то надевал медицинскую маску. На улице ему продолжают наносить побои. Дикость, конечно, но потерпевший сам спровоцировал скандал. Вот еще один случай. И тоже Пермь. Мужчина без маски бьет кулаком в лицо кондуктора. А это случай, который просто не укладывается в голове, произошел в Красноярске. Там кондуктор буквально ногами выпинывала пожилую женщину из автобуса, которая забыла маску дома. Бабушка, к слову, оказалась не из робкого десятка. Казалось бы, пандемия. Любой здравомыслящий человек, зная ситуацию, должен подумать о том, как обезопасить себя, не заразить других и помочь врачам. Но нет. Все чаще просьба надеть маску в общественных местах вызывает агрессию. Мы решили проверить, а как обстоят дела в Березняках. Заходим в первый попавшийся троллейбус. Едем от авангарда до торговой площади. Внимательно наблюдаем. Людей без масок, к сожалению, много. Ближайший к нам пассажир сидит со спущенной на подбородок маской. Почему маску не носит? Где она? Не снята у меня. Как не снята? У меня камера снимает, вы же без маски. Где это что, не маска что ли? А почему она не на лице у вас? А почему не на лице? Я отошла, он снял. Понимаете, это бесполезно с ними ругаться. Посылают дальше, чем видишь. Не часто так приходится ругаться? Очень часто. Очень. Некоторые сразу делают, некоторые вообще невозможно. А почему маску не полностью на лицо одели, не на нос? Нет, я одену, одену, просто разговаривать сейчас-то мне тяжело. Напомню тем, кто вдруг забыл, за отсутствие маски в общественном месте, в том числе в общественном транспорте, предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Почему без масок? Выходим, сказали высаживать. Потому что вы же в общественном транспорте. Кто оставил дома, мы едем с больницы. Наш мой ребенок. Как в больнице и без маски? Вы чувствуете, что за это штраф могут дать? Знаю. Сама медик знает, что это все неправильно. Но вот получилось так, что ребенок не взял маску. Сама всегда маски. Даже две одеваем. Потому что я ее сейчас надену. А как? Это же надо сразу, это же уже в автобусе. В общественном месте. Почему только сейчас одеваете маску? Когда так? Когда так? Знаете, что штраф за это может быть? Сейчас сотрудники полиции могут просто зайти и оштрафовать вас. Может, значит, что штрафует, что? Да я получу штраф. Значит, только всякое штраф. А в Роспотребнадзоре тем временем подсчитали. Если ситуация с коронавирусом пойдет на спад, к лету мы перестанем носить маски. На это есть несколько причин. Люди активно прививаются, и многие уже выработали антиковидный иммунитет. Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин. Новости верхниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин